Мне кажется, или его голова похожа на голову чужого? Меня зовут Джульетта, вы на канале Динамашина, и сегодня я расскажу, как мы создавали одного из самых необычных динозавров, и отвечу на вопрос, зачем ему гребень? Открытие Первые окаменелости этого динозавра были обнаружены еще в 1920 году в Канаде, описал находку Уильям Паркс. Этого нового динозавра он назвал Паразауралов, что означает «близкий к завралофу». Этот экземпляр сейчас находится в Королевском музее Антарио. Образ жизни и внешний вид. Однако, даже несмотря на то, что не было обнаружено ни одного целого скелета, ученые могут многое рассказать о его образе жизни. Паразаураловы относятся к утконосым динозаврам, или, как еще их называют, гадрозаврам. Такое название они получили из-за особенностей строения черепа. У представителей этого семейства был ороговевший клюв, похожий на утинный, который позволял им более эффективно питаться растительной пищей. Паразаураловы жили в конце мелового периода на территории современной Канады и США, около 75 миллионов лет назад. Это были растительноядные динозавры, которые паслись стаями и предпочитали держаться водоемов. В отличие от Трицератопса и Анкилозавра, у паразауралов не было ни рогов, ни костяной брони. Ничего не защищало их от хищников, одним из которых был Терекс. Зато, в отличие от Терекса, он мог быстро бегать и развивал скорость в 40 километров в час. Интересно, что они могли передвигаться как на передних, так и на задних лапах. Самка паразауралова откладывала около 20 яиц. Одно такое яйцо было размером с апельсином. Сверху она закрывала их растениями, чтобы во время гниения они выделяли тепло и согревали яйца. Вся эта информация нужна нам, чтобы мы могли правильно анимировать фигуру и предложить заказчику оптимальный вариант, как его можно разместить в тематическом парке. Гребень. Для каждого аниматронного динозавра мы создаем коллекцию звуков, и паразауралов не является исключением. Ответ на то, как он звучал, кроется в его гребне. Костяной гребень паразауралова переходил в его нос. Когда динозавр закрывал носовые клапаны и делал выдох носом, воздух, попадая в гребень, издавал этот звук. Звучит словно саундтрек из научно-фантастического фильма. Палеонтологи выдвинули несколько теорий, зачем он был нужен. Одни считают, что паразауралов при помощи него бросал вызов соперникам и привлекал противоположный пол для размножения. Другие считают, что паразауралов был водоплавающим и дышал через гребень, как водолаз. Внешний вид Сначала мы создаем 3D-модель динозавра и определяем, какие элементы будем анимировать. Мы можем сделать его любого цвета и размера. Настоящий паразауралов мог достигать в длину 11 метров, то есть он был в два раза больше нашего экземпляра. Весил около двух с половиной тонн. Наш паразауралов весит 250 килограмм. Когда каркас проходит тестовые испытания, в работу вступает художник-скульптор. Особое внимание мы уделяем деталям. Одна из них – это дыхание. Оно должно быть плавным и создавать эффект, что наш динозавр был живой. Зубы и глаза для динозавров изготавливаются отдельно. В отличие от настоящих зубов, зубы у наших моделей не острые, но руку в пасть лучше не совать. Наша команда любит интересные заказы, и паразауралов – один из них. Чтобы сделать его как можно более достоверным, мы провели исследование и учли все пожелания заказчика. Теперь наш динозавр может отправиться в новый дом. Пишите в комментариях, какого динозавра в нашем исполнении вы хотите увидеть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!